В политику должны прийти профессионалы и именно жителям края предстоит решить, кто достоин получить поддержку «Единой России» на предстоящих думских выборах. А дебаты – один из инструментов проверить, у кого из кандидатов есть реальная политическая программа. В Рубцовске говорили о развитии промышленного комплекса. Я очень хочу, чтобы наш регион был регионом сырья. Необходимо поддерживать предприятия глубокой переработки, необходимо поддерживать отечественного производителя и местных предпринимателей до выхода в социальные сети, развивать сельскохозяйственную кооперацию. Необходимо развивать собственное производство. Ключевой тезис, озвученный каждым из спикеров, а апеллировали участники дебатов, в том числе и к собственному опыту. Особенно близка тема оказалась действующему депутату Краевого Заксобрания Виктору Зобневу. В его послужном списке создание производства в Рубцовске. Рубцовск исторически считался в рамках Алтайского края, индустриальной столицей на территории города Рубцовска. Мы еще помним, когда существовало пять предприятий союзного значения. Все-таки развитие промышленного сектора и промышленной переработки сельхозпродукции на сегодняшний день, это вопрос актуальнейший. Хотя, наверное, все-таки край нужно развивать параллельно по всем направлениям. Это и туризм, это и биофарм-кластер, это и промышленный сектор, это и аграрный сектор. На Рубцовском заводе запчастей сегодня полторы тысячи сотрудников. Кроме того, у предприятия несколько подрядчиков, дающих работу жителям края. Получается своеобразный мини-кластер промышленного типа. И это тот опыт, который Виктор Зобнев стремится тиражировать. Кстати, предложения, озвученные депутатом, уже нашли отражение в федеральном законе о промышленной политике. Участие в дебатах – обязательное условие для тех, кто намерен бороться за место в Государственной Думе. А оценить позиции кандидатов жители края смогут уже в следующее воскресенье. Более 300 участков предварительного голосования откроются в регионе 22 мая. Максимил Осердов, Алексей Шаульский. Новости. Новости. Новости.